Московский школьник на спор ударил полицейского общества «Россия». 16.33, 18 февраля 2019 года Московский школьник на спор ударил полицейского. Фото – Евгений Одинаков, РИА Новости. В Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника полиции на Манежной площади и попытался скрыться. Следователи начали доследственную проверку по факту применения насилия к полицейскому, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Командир одной из рот 2-го оперативного полка управления МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского, рассказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел в минувшие выходные. По его словам, по подозрению в причастности к происшествию были задержаны два товарища школьника, ударившего полицейского. Все задержанные ученики Московской школы номер 629. Выяснилось, что напавший 11-классник сделал все согласно договоренности с другими подростками, проиграв некий спор в отношении родителей всех троих школьников составлен протокол по статье 5.35 КОАП «Неисполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 12 февраля группа подростков в Ленинске-Кузнецком, Кемеровская область, набросилась на экипаж вне ведомственной охраны из пяти сотрудников, прибывшей по вызову в заведение, где отдыхала компания. Выяснилось, что 19-летний юноша ударил в кафе девушку, после чего семь его приятелей попытались, используя деревянные палки и предметы мебели, отобрать у прибывших бойцов табельное оружие. Два разгвардейца сделали предупредительные выстрелы, а один из них вынужден был выстрелить в сторону несовершеннолетнего нападавшего, угрожавшего их зарезать. Три подростка были арестованы. Больше важных новостей в Телеграм-канале Лента Дня. Подписывайтесь. Обратная связь с отделом общества. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова